Бумеранг Православная общественность требует прекратить съемки фильма «Матильда», в котором рассказывается о романе наследника престола Николая Александровича, ставшего впоследствии последним императором России, с балериной Матильдой Кшишинской. Премьеру фильма обещают осенью 2017 года, но не факт, что она состоится. Фильма, естественно, никто не видел, поскольку его еще нет. Но православная общественность возбудилась самим фактом обнародования каких-то фактов из личной жизни персонажа, которого РПЦ канонизировала. В кинотеатры страны рассылаются угрожающие письма от организации «Православное государство Святая Русь», в которых предупреждают о неприятностях, грозящих тем, кто устроит этому фильму встречу со зрителем. В январе 2017 года в адрес Общественного совета при Министерстве культуры РФ поступило свыше 20 тысяч писем с требованием прекратить съемки фильма, который, по мнению авторов писем, оскорбляет чувства верующих. Во главе толпы оскорбленных православных встала Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы. В мои намерения не входит обсуждение художественных достоинств фильма, которые никто, в том числе и я, не видел. В равной степени лишь вон смысла диспут о праве режиссера Алексея Учителя снимать такой фильм, кинотеатром его демонстрировать, а гражданам смотреть. Давайте еще таблицу умножения обсудим. В этой истории есть намного более важный аспект, касающийся политической позиции режиссера Алексея Учителя и линии его судьбы, которая менее чем через три года назад удивительным образом соприкоснулась с судьбой его главной гонительницы, нынешнего депутата Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской. Нет, это совсем не то, о чем вы могли подумать. Отношения между Натальей Поклонской и Алексеем Учителем никогда не были похожи на отношения между цесаревичем и балериной. Во всяком случае, об этом точно ничего не известно. Там была совсем иная история. 11 марта 2014 года советник юстиции Поклонская была назначена прокурором Крыма. Это произошло в один день с принятием Верховным Советом Крыма декларации о независимости, запустившей процедуру юридического оформления преступного нарушения целостности украинского государства и аннексии Крыма России. В тот же день, 11 марта 2014 года, было опубликовано обращение деятелей культуры РФ в поддержку президента Путина на Украине и в Крыму. В этом обращении деятели культуры сообщали, что когда решается судьба Крыма и наших соотечественников, деятели культуры России не могут быть равнодушными наблюдателями с холодным сердцем. После чего деятели культуры РФ написали о своем желании, чтобы общность наших народов и наших культур имела общее будущее. Это обращение вышло за подписями 84 человек. Впоследствии подписано было более 500 подписей. В числе первых свою подпись поставил режиссер Алексей Учитель. Именно это, я полагаю, тем самым важным аспектом истории с фильмом «Матильда». Аспектом, который совершенно непосредственно связан с положением культуры и его деятелей в путинской России. Тем положением, которое многих свободолюбивых деятелей культуры искренне возмущает. Они, эти свободолюбивые деятели культуры, справедливо возмущаются нападком о сатаневшей православной общественности на оперу «Тангейзер». Им не нравится погром выставки Вадима Сидура. И особенно не нравится то, что православный общественник поливал фотографии мочой. И еще они, свободолюбивые деятели культуры России, возмущены. Почему родное государство их не защищает от осатаневшей православной общественности? Почему не уймет депутата Поклонскую и всю ее рать? Деятели культуры – люди, несомненно, культурные. Особенно такие, как режиссер Алексей Учитель. У меня нет никаких сомнений, что режиссер Алексей Учитель наизусть может процитировать знаменитое высказывание бывшего узника Дахау пастора Мартина Немюллера. Вот это. Многие боюсь, что абсолютное большинство российских деятелей культуры ставят железный занавес. Между своим творчеством, в котором многие из них любят и ценят свободу, и той суетливой подлой жизнью, в которой они суетятся, подличают, выстраивают отношения с начальством разного уровня, осуждают, приписывают. Во имя возможности иметь свободу творчества, разумеется, все только во имя ее, этой главной и священной для них свободы. Потом вдруг удивляются, почему вдруг из Крыма прилетает бумеранг в виде депутата Поклонской и попадает прямо в режиссера Учителя и в его нерожденное еще детище Матильду. Что это? Обиженно и возмущенно кричит режиссер Учитель и его коллеги-кинематографисты, подписавшие коллективное письмо в его защиту. Они, конечно, слышали о том, что свобода не делится на части, но никогда не принимали этого обстоятельства на свой счет, полагая, что всегда смогут договориться. Они молчали или говорили очень тихо и невнятно, когда он пришел за Ходорковским. Когда Путин зачищал политическое поле, превращая Госдуму в не место для дискуссий, когда он отменял выборы губернаторов и уничтожал оппозицию, деятели культуры РФ считали, что это политика, то есть дело заведомо грязное и точно их не касается. А многие считали возможным подписывать письма поддержки очередной путинской гадости. Жалко, что ли, подставить подпись? Она ведь одна среди многих, а значит, ничего не решает. Зато хорошему театру дадут дотации, хорошему артисту организуют гастроли, а хорошему художнику – выставку. Когда Путин пришел за Крымом, более 500 деятелей культуры подписали письмо к поддержку его действий, рассуждая примерно так, как в свое время рассуждал пастор Ниммеллер – «Где Крым, а где мы?». Вот сейчас, в данную минуту, на белых и иного цвета одеждах этих 500 деятелей культуры проступает кровь. Много крови. Это кровь более 10 тысяч убитых граждан Украины, погибших в результате путинской агрессии, которую они поддержали. Не пугайтесь, господа, и привыкайте в этом наряде вам теперь ходить до конца жизни. А режиссеру-учителю не стоит обижаться на депутата Поклонскую и жаловаться на нее в прокуратуру и Путину. Вы все одной крови, вы все в ней вымазаны. И ваша Поклонская, Алексей Ефимович, и ваш Путин. Теперь они пришли за вами. Игорь Яковенко Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...